МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер! Вечер вторника, 6 декабря, 19.15 в Якутске. И значит, в прямом эфире информационно-аналитическая авторская программа «Арена событий». Сегодня в гостях у «Арены событий» директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия Александр Горохов. Александр Васильевич, добрый вечер! Добрый вечер, Владимир. Давайте вот с чего начнем, Александр Васильевич. Программа 13 минут пролетит достаточно незаметно. Вопросы важные. Мне этих 13 минут практически все время не хватает. Каждый раз. И вчера не хватило, и сегодня с вами не хватит. А вот денег в системе ОМС хватает ли на нормальное функционирование этой системы? Здесь надо сказать, что денег всегда не хватает. Но на самом деле тот сегодняшний процент, который 5,1% в фонду оплаты труда, от фонда оплаты труда, на самом деле он хватает по той программе, которую мы сегодня имеем. То есть она сбалансирована, у нас запланировано 100 рублей, 100 рублей мы финансируем. Другой вопрос, что какие виды входят в систему обязательных страхований. А мы их не пересматриваем? Они увеличиваются. Увеличиваются даже. Увеличиваются. И система высокотехнологической медицинской помощи постепенно погружается в систему ОМС. И этот процент 5,1% планируется, есть проект закона, увеличить до 5,9% к 2019 году. Года через два получается. Понятно, что это очень такая нагрузка будет увеличиваться на работодателей, на производственников. Соответственно, здесь идут дискуссии. А вот смотрите, нельзя не согласиться, доходы падают у населения. Соответственно, заработные платы, скажем так, не увеличиваются. Может быть, даже где-то в каких-то МП или, я не знаю, малых предприятиях, средних предприятиях даже уменьшаются. Это значит, что, собственно, и отчисления, вот эти 5,1%, они тоже явно не увеличиваются. И, наверное, где-то есть дефицит. Вот на самом деле, бюджет 2017 года, проект бюджета 2017 года предполагает увеличение на 5,1% по сравнению с 2016 годом. А в 2016 году и 2015 году разница была в 2%. То есть, в принципе, у нас уменьшения есть. Я надеюсь, что, в принципе, вот с тем бюджетом, который на сегодня рассматривается, у нас программа будет сбалансирована. Вот в части рисков. Да. Хватит ли... Для эффективности, да, для эффективной работы. Да, хватит ли вот тех взносов, которые будут собирать уже теперь уже налоговая служба, для того, чтобы сбалансировать наш бюджет. Я надеюсь, что хватит. И здесь еще одна лаверна, которая в проекте закона есть, правда, она еще не принята, в окончательном варианте. Но лаверна есть в том, что в случае того, что работодатели снизят отчисление страхового фонда, то, соответственно, бюджет республики, бюджет субъектов должен восполнить. Но, опять-таки, это находится в проекте. Александр Васильевич, перейдем к самому, наверное, основному. Для меня, во всяком случае. Я достаточно часто, готовясь к программе, правда, слышал и, ну, такие оценочные суждения экспертов разных, которые говорили о неэффективности всей системы ОМС. Что можно сказать по этому поводу? Ну, неэффективно. Если в общем, да, с чем сравнивать, на самом деле? Есть вообще в мире два принципа финансирования здравоохранения. Или это сметная, или это страховая. И, по большому счету, страховая медицина, она во всем мире признана как наиболее эффективная. Наиболее эффективная система здравоохранения в странах Запада и в развивающих рынках тоже является страховым. Есть, конечно, вот отдельным особняком стоит Англия, которая финансирует по сметному принципу. Но, тем не менее, даже те эксперты, которые в целом сходятся, какая система эффективнее, они говорят о том, что это страховая. Другого вопроса, что надо ее усовершенствовать и надо его, что назвать, настраивать. Что и происходит, в принципе, с нашей системой ОМС уже в течение последних пяти лет точно. А это уже, наверное, точная настройка такая. Ну, я бы не сказал, что это точно. Допустим, с позапрошлого года система здравоохранения в целом по России переходит на финансирование по законченному случаю. То есть по клинико-статистическим группам. Те, кто меня слышит, специалисты, они поймут. Это один из подходов, который был выработан международным сообществом экспертов. И который внедряется, в том числе, в Российской Федерации. Ну, и наша республика, конечно, не исключение из этого правила. Понятно. Приведу пример, может быть, такой неэффективности. Ну, как эксперты, опять же, приводят. Вылечил или не вылечил врач, неважно. Время потрачено, деньги заплачены. Соответственно, может быть, страдает качество. Да не может быть, а, собственно, при таком подходе уж точно совершенно. И вообще, в общем, перед врачом тогда стоит странный выбор. То ли лечить, то ли план выполнять, который перед ним лежит вот здесь вот, да? То ли деньги зарабатывать. И, кстати говоря, тогда получается, что система становится заинтересованной в вале больных, в росте их числа, а не в профилактике этих самых заболеваний. И тогда разрыв получается между лечением и профилактическими мерами. Здесь есть дилемма, которая стоит, в принципе, перед каждой системой здравоохранения. Но наша система, в отличие от еще, может быть, других, да, некоторых систем, обязательно нестрахование профилактиков включено в систему ОМС. Да. То есть это даже нестраховывающий случай. Человек не заболел, он провел некие профилактические мероприятия, и они оплачиваются через систему ОМС. Это, прежде всего, связано с диспансеризацией. Всеобщая диспансеризация населения оплачивается из системы ОМС. Дается планы учреждениям, и они должны это выполнить. Отказать мне не могут? В этой программе нет, абсолютно нет. И здесь, что еще необходимо сказать о том, что, вот вы сказали, вылечил, не вылечил, все равно оплачено. Вот в сметной системе это так. Когда человеку говорят о том, что неважно, там, сколько человек у вас пролежало, с какими диагнозами, мы вам оплачиваем вашу смету. В системе ОМС это не так. Обязательно нестрахование. Когда человек пролежил, и недостаточный уровень качества оказания медицинской помощи эксперты это дело подтвердили, тогда мы применяем штрафные санкции к больнице. А, соответственно, уже руководство этой больницы должно применить некие санкции к врачу, который допускает эти вещи. Понятно. А вот еще такой пример. Так или иначе, есть какая-то очередность, есть какое-то все равно время ожидания при записи в поликлинику. Сколько-то это время ожидали, ну, составляет, вы сейчас скажете. Но, допустим, подходит время, когда пациент должен прийти уже, когда у него талончик, а он не приходит, и у врача получается дырка, и, соответственно, деньги недополученными получаются. Во-первых. А во-вторых, он бы это время потратил на пришедшего человека. Как быть? Есть ли обратная связь? Да, это организационные моменты, и организация, каждая больница, она должна учитывать эти вещи тоже. У нас есть электронная очередь, о чем вы сказали. И, соответственно, вот те пациенты, которые не пришли, или, вернее, записались, но в какой-то момент они отказались, должны выявляться заранее. То есть должна быть обратная связь. Безусловно. То есть обзвон тех людей, которые назначили. Назначили. И, в принципе, эта практика у нас уже есть. То есть у нас при больницах, собственно, колл-центр, который занимается регулируемой этой очереди. Другой вопрос, что... Ну, хотелось бы, чтобы они как часы работали. Ну, другой вопрос, что если вдруг действительно не пришел, то здесь есть возможность пригласить из живой очереди. Из живой очереди. Ну, вот, я еще говорил об этом уже, что бывает иногда так, что живая очередь не пропускает человека, который пришел по записи и говорят, ну, вы здесь не стояли, давайте вы подождите. Ну, эти моменты, конечно, надо отрабатывать, чтобы все понимали, что лучше записаться заранее, лучше сделать это планово. И прийти. И прийти, да. Вот еще, Александр Васильевич, важный такой момент. ОМС и частный сектор. Зачем? Тоже я слышал такие оценочные суждения, что незачем. Но, наверное, вы не согласитесь со мной. Незачем. Незачем вовлекать частный сектор в систему ОМС. Ну, я дискатерически не согласен. Почему? Потому что обычно во всем мире, и я думаю, что у нас это так произойдет в конце концов, вот первичной медицинской помощью, вот на первичном звене занимаются те клиники, которые, вот, что мы называем это малыми предприятиями, какими-то частными медицинской организацией. Это во всем мире так. Высокозатратные там высокотехнологичные медицинские помощи оказываются в государственных университетах. Ну, мы к этому, скорее всего, и перейдем. Вот на сегодняшний день наша программа включает в себя по деньгам. 1,8% финансированы только на частные клиники. То есть, 1,8%. Небольшой процент. Небольшой. Хотя по количеству частных предприятий, которые включены, мы достигли уже 50 этих предприятий. Понятно. Может ли человек получить медицинскую помощь по любому полюсу в любом городе? Надо ли, соответственно, при этом остановиться, прикрепляться к поликлинике? Не надо, надо. Но при этом, кстати говоря, вот еще. Страховую компанию пациент, ну, человек, обладатель этого полюса, может менять не чаще раз в год. То есть, не менять, приезжая, допустим, в какой-то город, если полюс действует из любого города в любом другом городе страны. Во всей Российской Федерации у нас полюсы единого образца. То есть, они действуют по всей территории России. В любом городе? Да, в любом городе. В любом городе вы пришли, прошли необходимое обследование, если у вас есть показания к этому или у вас есть желание даже. И в этот момент, что делает тот территориальный фонд, на территории, к которому вы обратились за помощью медицинской организации? Они просто выставят нам счет. То есть, выставят счет в нашу республику. Это понятно. Александр Васильевич, очень короткий ответ. Если на уровне первичного звена последовал необоснованный, на взгляд пациента, отказ в помощи по ОМС, куда обращаться пациентам? Есть, во-первых, система, которая работает внутри больницы. Это заместитель главного врача по лечебной части. И есть врачи-эксперты в части работы в медицинских организациях. Есть также страховые представители, которые работают в части защиты интересов наших пациентов. Это работа страховой компании. То есть, можно туда. Понятно. Либо к заму по лечебной части. Да. У меня был такой вопрос, но вы сейчас на него ответите по-своему. Нужно ли реформировать как-то систему ОМС? И каковы там предложения ваши? У нас минуточка остается буквально. Наша система действительно реформируется. Она очень довольно-таки интенсивна. Реформируется всегда надо по тем вызовам, которые на сегодняшний день имеются. Я хотел сказать о том, что с прошлого года было объявлено о том, что наша страховая медицина должна быть пациентно-ориентированной. В связи с этим мы открыли контакт-центры по нашей республике. Есть страховые представители. И будет представитель второго уровня. То есть, это те представители, которые отстаивают интересы пациентов. Прямо, что называется, в их функциональной обязанности написано, что они будут работать только с пациентами. Это с какого года? Это уже с 2016 года и 2017 года. Александр Васильевич, спасибо вам большое. Наше время истекло. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»